Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Актуальное интервью». И веду я сегодня, я, Гульнара Сиддикова. И мой собеседник сегодня, заместитель клавы администрации района по сельскому хозяйству Рустам Алимгофаров. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите итоги всей неполевых работ в нашем районе. По итогам весеннеполевых работ, все запланированные поля практически мы досеяли. Могу сказать одно, в этом году весна пришла ранняя, снег сошел на две недели раньше, но, однако, почва созрела позже, в стандартное время, как обычно мы сеем. Это 26-28 апреля, в первые дни вышли уже хозяйственные поля. Первыми у нас приступили хозяйство, это южная часть нашего района, хозяйство это Дружба, Юлдаш, Победа. Но так как снег сошел рано, а поля позже подошли, в этом году созревание почвы произошло одновременно. И в связи с этим все хозяйства приступили в одно и то же время, как и все неполевым работам. Барнование у нас, все спаханные поля на площади 13 тысяч гектаров, все хозяйства вышли, сбарновали, и пассивные работы приступили на неделю раньше. Первыми пассивные работы закончил у нас СПК Дружба и СПК Восток. На сегодняшний день, кроме ООО Победы, осталось небольшие площади пассива, все хозяйства пассивную работу завершили. Общее, если перейти к цифрам, то по сравнению с прошлым годом, по району, засеянная площадь у нас меньше на 2000 гектаров, если мы в прошлом году сеяли 26700 гектаров яровых культур, то в этом году у нас посеяно 24600 гектаров. Это связано с тем, что прошлогодний наш инвестор ООО ИТС Агро пересмотрел пассивные площади, и в этом году яровую сев они сократили на 2000 гектаров. Также она связана еще и с тем, что у нас одно хозяйство, это ООО Инаул Агро переступило стадию ликвидации, и эти земли были приобретены в ООО Победы. В связи с этим ООО Победы до сих пор продолжают пассивную, но дня три и пассивную они закончат. Так, в целом, по культурному, если посмотреть, то структура пассивных площадей у нас не изменилась, она стандартная, основной клин это у нас яровые, зерновые, пшеница, ячмень, овес. Также увеличилась на 200 гектаров площадь бобовых культур. Кукуруза, технические культуры кукурузы у нас в этом году на уровне прошлого года, 1100 гектаров, в основном вся кукуруза у нас засеяна на силосный корм для скота. Все хозяйства понимают, что без силоса и с кукурузой молока хорошего не достичь. Помимо этого, у нас из технических культур еще будет посеяна на площади 600 гектаров рапс яровой и горчица. Горчица уже посеяли на площади 150 гектаров. В целом, все хозяйства были подготовлены к весеннеполевым работам, техника была исправна, техосмотр все прошли. По сравнению с прошлым годом, показатель по прохождению техосмотра у нас выше на 16%, оно составило 78% прохождения техосмотра. И так можно сказать, итоги подвести, что все хозяйства были готовы, запланировали. Приобретение удобрения в этом году тоже у нас увеличивалось. Если мы в прошлом году на 1 гектар использовали 6,9 кг действующего вещества удобрения, то в этом году мы достигли такого уровня, что 11,9 кг. Можно сделать итог, что хозяйство понимает, что одной спашкой, подготовкой почвы большого урожая не достичь. И они начали уже двигаться в ногу со временем, применять технологию, применять минеральное удобрение. На сегодняшний день ранние посевы уже ведутся работы по химзащите, это обработка против сорняков. Первый этап. После этого по необходимости планируется проведение обработки против вредителей. А в целом эпидемиологическая обстановка в стране повлияла на ход весенних полевых работ? Коронавирус внес свою лепту в любую отрасль, и в сельское хозяйство тоже в стране не обошлось. Также, если в прошлые годы у нас хозяйства свободно, вольготно передвигались, группировались, то в этом году и Министерством сельского хозяйства Республики, и Управлением сельского хозяйства района были предприняты все меры. Все хозяйства обеспечили своих работников, это обязательно средствами защиты, индивидуальной защиты, это маски, перчатки и дезинфектанты. В каждом помещении, в офисах, конторах, хозяйств обязательно же ввелся учет, ежедневный учет температуры всех сотрудников. На полях соблюдался режим между ними, изоляции полтора метра, дистанционный режим соблюдался. Но так как у нас сейчас многие хозяйства приобрели более современную технику, и посевные комплексы, на них уже нет необходимости использовать сельщиков, то при посеве использовалось два агрегата и два человека, это механизаторы, которые каждый один в своем тракторе сидит и никого не мешает. А в фермах, конечно же, это было более сложно, хоть и коронавирус, хоть и праздники, все равно на ферме работы ведутся ежедневно, скот надо кормить, скот надо доить, и из-за этого применялась такая практика в хозяйстве, что так же не ежедневно, а ежеразово, как при каждом приходе сотрудников, это доярок, операторов машинного доения, утром и вечером замерялась температура обязательная, дезинфекция рук, масках, но опять-таки каждая доярка работает по своему ряду, и из-за этого контакта между собой не было. Но при любом подозрении, при повышении температуры, при любых малейших признаках, во всех хозяйствах были подобраны штат для замены. Слава Богу, мы обошлись, никаких таких признаков не было, необходимости в этих штатах не возникло. Сейчас хозяйство переходит к кормозаготовке, какие планы, какой объем предстоит сделать? Планы заготовки кормов у нас на уровне прошлых лет, так как поголовье у нас увеличивается не на большой объем, если у нас в прошлом году по району было 2800 голов дойного стада, то в этом году по плану с закупом скота в некоторых хозяйствах, то планируем достичь уровня 3200 голов дойного стада. В связи с этим необходимое количество кормов запланировано заготовить, это 34,7 сантиметров кормовых единиц на одну голову. Но так как у нас хозяйство привыкли жить впрок, запасом, то каждое хозяйство ставит себе план заготовить не менее 38 сантиметров кормовых единиц. Основной упор это будет у нас заготовка сенажа и заготовка силоса, но традиционно сено никто не отменял, из-за этого, дай бог, погода нас порадует, и сено мы тоже заготовим. Но, опять-таки, технологии у нас не стоят на месте, и так как погода нас каждым годом радует своими изменениями, из-за этого уже есть хозяйство, в которое поняли, что погода не всегда нам благоприятствует, и заготовить сено качественно в свое время не успевает. Из-за этого применяют технологию сенаж в упаковке. Это подвяленное сено, которое упаковывается в пленку, и в зимний период скармливается и молодняку, и взрослому стаду. И вот даже по запаху, по внешнему виду зимой это корм, как летом, качество свое не теряет. Вот на эту технологию уже многие хозяйства, три хозяйства нашего района уже переходят. Также задумываются уже остальные хозяйства. А также планируют заготовить сенаж. Это сенаж из многолетних культур, козлятник, люцерный, клевер. Одним вот, ну, также и применяется сенаж из азимых культур. Вот одно из хозяйств уже у нас 29 мая приступило к заготовке сенажа из азимой ржи, это ООО «ИТС Агра». Они в прошлом году засеяли азимую рожь на площади 228 гектаров, но основная цель у них и была посева для сенажа. Так как поголовье у них увеличивается, основная цель в нашем районе, ООО «ИТС Агра» — это животноводство. И максимум площадей они засевают именно кормовыми культурами. Со дня на день планируют приступить к кормозаготовке у нас СПК «Восток», ООО «Победа», «Дружба». Ну, практически все хозяйства готовы. Вот, дай бог погода будет прекрасной, без дождя, то уже скашивание трав на сенаж приступает завтра, послезавтра на полях уже выйдут. В целом техника у нас обеспечена, проходит техосмотр, уже 40% кормоуборочной техники прошли техосмотр. И многие хозяйства понимают, что один комбайн на сегодняшний день это недостаточно, потому что при заготовке сенажа, если комбайн сломался, пока ремонт, пока это время уходит, а сенаж надо закладывать своевременно, максимум за 7 дней. Из-за этого уже принимают такое решение, что приобретают второй комбайн кормоуборочный. Приобрести можно и в кредит, можно и в лизинг. Вот в этом году программа Министельхоза Российской Федерации – это Росагролизинг. В эту программу у нас подали заявки три хозяйства. СПК «Восток» подал заявку на приобретение зерноуборочного комбайна, трактора К-744 и пресс-подборщик. Пресс-подборщик, их заявку одобрили, пресс-подборщик уже пришел. Сегодня-завтра приходит комбайн и к концу недели планируется доставка трактора. Также помимо «Востока» у нас заявку на технику подала ООО «Агроэм». Они планируют приобрести тоже пресс-подборщик, кормоуборочный комбайн и культиватор. Их заявка пока предварительно не одобрена. В целом по РФ на 14 тысяч единиц техники, а по Республике заявки поданы на 3,5-4 тысячи техники. Из-за этого заявок много, обрабатывается информация тоже не столько своевременно. Но, однако, мы надежды не теряем и все-таки хозяйство планируют приобрести. А условия там в этом году в связи с коронавирусом, у них есть антивирусная программа. Это 0% первоначального взноса и год от срочки основного платежа. Заманчивое предложение плюс 3% удорожания ставки. Так как условия заманчивые, хозяйство задумывается, что надо приобретать. Ну, те хозяйства, у которых тракторный парк уже устаревает. Средний возраст парка тракторной техники в нашем районе составляет 9 лет. Это, конечно, есть хозяйства, у которых техника и более 18 лет, более 15 лет. Но, в основном, каждое хозяйство, хотя бы один агрегат, хотя бы 1 единица техники старается приобрести. И вот за счет этого мы уже посчитали, примерно в 2024-2025 году по нашему району средний возраст парка единицы техники планируем достичь 4-5 лет. Если говорить о площадях засеянных, обработанных в районе, примерно больше 100 обработанных или вообще-то есть проблемы в районе, потому что не засеянные, не обработанные? Эта проблема у нас актуальна ежегодно. Если у нас по сравнению с прошлым годом незасеваемая площадь в обороте была 18 тысяч гектаров, за счет того, что у нас прекратила свою деятельность ЕНАУЛАГРА, их посевная площадь составляла 4700 гектаров, ИТС АГРА сократил площадь. Также два года назад у нас ликвидировалась Орловская сельхозкомпания, это опять 4700 гектаров. За это можно судить, что в этом году у нас не обрабатывается 20 тысяч гектаров сельхозугодий. Но те хозяйства, которые живут, развиваются, ежегодно увеличивают свои посевные площади за счет неиспользуемых соседних площадей. То есть план, что в будущем, возможно, они будут осваивать эти территории? За счет своих хозяйств план надежды есть, что за 2024 году каждое хозяйство за счет увеличения посевных площадей мы из 20 тысяч гектаров еще где-то 2500-3000 гектаров обработаем. Но не теряем надежды, ищем инвестора на те поля, которые у нас не осваиваются, уже более 10 лет не обрабатываются. Есть заинтересованные лица, инвесторы, которые хотят прийти в наш район, вложить свои средства. И все они понимают, что наши земли, наш бонитет почвы не столько привлекательны, как для зерновых. За это основную цель ведут занятие животноводством. Молочный скот, мясной скот. На этот год запланировано введение еще одного инвестора. Пока далеко не будем загадывать. Дай Бог, что получится. А крестьянско-фермерские хозяйства развиваются или тот же уровень? Крестьянско-фермерские хозяйства в целом по количеству, ежегодно, конечно, сказать, что увеличится, не скажу. Оно наоборот сокращается. Если на 1 января 2019 года у нас было 65 крестьянских фермерских хозяйств, то на 1 января 2020 года у нас их составляет 58 крестьянских фермерских хозяйств. Это те фермеры, которые 1-2 коровы и 3-4 гектара земли, они понимают, что не смогут дальше работать. Они закрывают свое хозяйство. А те, которые уже работают, имеют скот, то они развиваются и увеличивают площади. У нас есть крупное фермерское хозяйство, это фатхолинг. Его площади посевные уже достигли 1600 гектаров только яровых культур. Яровой сев. Помимо этого он озимые культуры сеет, многолеткая. В целом у него обрабатываемая площадь 1800 гектаров. Помимо него у нас есть также династии Валиевых, которые увеличивают и поголовье скота ежегодно, и посевные площади. Тоже вот и что Валиев Зинур Рашидович в этом году увеличил площади на 100 гектаров. Валиево Гульнас Фаритовна увеличила площади на 70 гектаров. По поголовью тоже, если Гульнас Фаритовна на 1 января 2019 года составлял 70 голов дойных коров, то на 1 января 2020 года у них уже 90 голов дойного стада. У Зинур Рашидовича поголовье тоже увеличивается. Он планирует в этом году участвовать в программе семейной фермы. И планирует приобрести около 30 голов нетелей и технику для заготовки кормов. А остальные фермерские хозяйства, вот есть такие хозяйства, которые у нас стабильно работают, это Валиева Айгульхамисовна на границе нашего района и Калтасинского района. Хоть они родом с Калтасинского района, но их наша земля больше привлекает. Из-за этого ежегодно по 40, по 50, по 100 гектаров стараются увеличивать. Желающих создать фермерское хозяйство тоже увеличится. Тем более у нас сейчас по федеральной программе, по республиканской программе есть привлекательные программы. Сейчас уже в эти дни идут второй этап федеральной программы Агростартап. В этом году у нас заявилось 6 участников. Первый этап был отбор конкурсной комиссии. Их предоставлены с данной документацией. Документация в этом году в связи с коронавирусом предоставлялась дистанционно, это почтой. Каждый пакет документов отправил. Документы все были доставлены, уведомления всем на руки было предоставлено. Уже идет второй этап, это очный отбор конкурс. На этом конкурсе уже с соблюдением мер защиты против коронавируса, по одному человеку их вызывают на конкурсную комиссию. Три участника уже прошли второй этап, еще осталось три участника. Итоги подведут по окончанию конкурса. Но конкурс в этом году большой. В целом по республике, если в прошлом году в этом конкурсе участвовало всего 250 желающих, то в этом году по республике участвовало 457 претендентов. Общая грантовая сумма на программу Агростартап запланирована 210 миллионов. В целом на один фермер может рассчитывать на грант до 5 миллионов. За это можно делать выводы, что конкурс очень сложный, очень строгий. Это 5 человек на одно место на программу Агростартап. После этой программы планируется проведение программы Начинающий фермер. Это наша республиканская программа. Принцип такой же, как и Агростартап. 10% своих средств, 90% субсидий с Минсельхозой Российской Федерации, Республики Башкортостан. Тоже так же критерий, что они должны создать 2 рабочих места. На 1,5 миллиона субсидий грантовые суммы они должны создать одно рабочее место. Если только в Агростартапе до 5 миллионов могут рассчитывать, а начинающий фермер до 3 миллионов. Желающих у нас двое есть. Пока конкурс не объявлен на программу Начинающий фермер, за этот документ еще никто не подал. После этой программы планируется программа семейной фермы. Тоже запланированы 2 участника. И уже всем известная программа доходогенерирующие проекты создания сельхозкооперативов. В этом году у нас запланировано участие трех претендентов, трех желающих, которые желают создать сельхозкооператив, объединиться и вести свою деятельность в сельском хозяйстве. Если сравнивать прошлые годы, в прошлом году у нас только в программе доходогенерирующих проектов были, которые прошли конкурс. Там было три участника, одна группа только прошла по агро-стартапу и начинающих фермеров. По остальным программам желающих не было. Можно делать вывод, что народ более пассивный, может он не привык, не верит, что все-таки может республика, бюджет, государство предоставить деньги безвозмездно. Главная цель, главная задача, которую ставит государство, это введение хозяйственной деятельности и достижение показателей, увеличение, ежегодное увеличение своей финансовой хозяйственной деятельности на 10%. В целом, если подвести итог по сельскому хозяйству, то деятельность сельхозпредприятий и крестьянских фермерских хозяйств стабильно развивается. Помимо растеневодства, у нас есть еще и животноводство. И во всех фермерских хозяйствах, во всех сельхозпредприятиях, которые ведут деятельность животноводства, уже перешли на пастбищный период. У нас только два хозяйства, скот ведут бесприрозное содержание и безвыгуливое содержание, они только выгуливают в кардах. Это ООО Победы и ООО ИТС Агра. Остальные хозяйства 100% перешли в летние лагеря. Это облегчение физического труда, облегчение затрат на технику и наполнение скотом тех витаминов, которые не может добрать за счет сбалансированного питания. Не все хозяйства могут вести сбалансированное кормление скота. В связи с этим, они и все равно пока придерживаются старой традиционного метода животноводства. Это зимний период стойловый и летний, это выгуливые в летних лагерях. Лагеря были подготовлены 100%. Во всех лагерях нашего района, в летних лагерях, есть доильные залы, есть охладители. Из-за таких проблем, как раньше, что молоко прокисло или что, уже меньше возникает. Реализация молока тоже проблем уже меньше. Если соблюдать все нормы и требования, то цена на молоко есть. На сегодняшний день средняя закупочная цена на молоко – это 26 рублей. 20-40 копеек зависит от качества молока. Помимо этого, у нас есть, я уже говорил, по агро-стартапам, которые желают заняться деятельностью разведения поголовья лошадей, перейти на разведение башкирской породы лошадей. Пока он планирует только увеличить поголовье, а в будущем цель ставит производство кумыса в нашем районе. Идея интересная, тем более у нас она приветствуется республикой. Дай Бог, комиссия его поддержит, поможет. И у нас будет хозяйство, которое занимается лошадьми и кумысами. Время нашей передачи подошло к концу. Спасибо за беседу. И напоминаю, на мои вопросы сегодня отвечал заместитель главы администрации района по сельскому хозяйству Рустаму Лемкофаеву. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 4 июня ожидается ясная погода без осадков. Ветер восточный 4,6 метра в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 10, днем плюс 19, плюс 21 градус. По данным МЧС, в республике ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-восточный, восточный 3,8 метра в секунду. Днем порывистый. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14. По северо-востоку плюс 2, плюс 7, днем плюс 19, плюс 24 градуса. 4 июня. Памятная дата военной истории России. В этот день в 1916 году началась наступательная операция русских войск в Галиции и Буковине против австро-венгерских и немецких войск, разработанная генералом Брусиловым. В ходе наступления австро-венгерские и германские войска потеряли полтора миллиона человек. Брусиловский прорыв был назван самой удачной операцией Первой мировой войны, выдающимся достижением военного искусства. Внимание! В аптеках Фармленд феноменальный кэшбэк 10% на все покупки от 500 рублей. Скидки сохраняются. Приходи, покупай, экономь с Фармлендом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова